Добрый вечер, уважаемые друзья, добрый вечер, уважаемые коллеги. Прежде всего хочу поблагодарить всех, кто собрался сегодня в этом зале, неравнодушных людей. Несмотря на то, что уже целый рабочий день за плечами, вы все-таки пришли сюда, собрались сегодня в этом зале для того, чтобы обсудить в преддверии Международного дня борьбы с коррупцией тему, которую традиционно мы относим к числу наиболее актуальных, наиболее злободневных, наиболее острых для нашего современного, не только, кстати, российского общества. Связанную с противодействием, с эффективным противодействием коррупции. И под ваши бурные аплодисменты, что-то очень тихо в зале, если можно, я бы хотел обозначить тему, которая заявлена сегодня для нашей встречи. Она, собственно, выведена на экран. Активное студенчество говорит, нет коррупции. Обратите внимание, ток-шоу, где можно сказать правду. Очень надеюсь, что вы будете откровенны в той дискуссии, которая, возможно, привнесет нам новое понимание того, что и как нужно делать для того, чтобы эффективно противодействовать коррупционным проявлениям. Я представляю участников, прежде всего, наших спикеров, которые помогут нам разобраться в этом непростом вопросе. Итак, под ваши же аплодисменты я представляю Александра Борисовича Маратканова, главного советника Управления Президента Республики Татарстан. Шейко Данила Алексеевича, вице-президента по студенческому соуправлению Лиги студентов Республики Татарстан. И вот тут еще написано, победитель республиканского конкурса в номинации лучший председатель антикоррупционной комиссии среди высших учебных заведений в 2018 году. Посмотрим, что будет в 2019. И Сирозидинов Нафис Рустамович, аспирант Института управления, кстати, выпускник из школы журналистики, студент года 2017, заместитель председателя региональной татарстанской общественной организации молодежи Татарстана. Но организаторы сегодняшней дискуссии хотели бы, чтобы мы с вами вначале зарядили, что называется, темы, не на словах, а визуально, и посмотрели несколько роликов. Вот первый из них я бы хотел попросить наших режиссеров сейчас вывести на экран, и дальше мы продолжим. КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо. Ролик, насколько я понимаю, из Казахстана, что лишний раз подтверждает тема противодействия коррупции, она актуальна не только для России, не только для Татарстана, но и в целом для стран бывшего союза, в целом для мирового сообщества. Но смотрите, вот здесь сразу две составляющие, которые на слуху у коррупционных проявлений отражены. Это коррупция в системе образования и в системе здравоохранения. Я бы хотел, Александр Борисович, первый вопрос адресовать вам, если позволите. Вчера, буквально накануне, тоже дня противодействия коррупции, были обнародованы очередные свежие данные наших исследователей о том, где наиболее часто встречаются коррупционные проявления. Опять в первой тройке образование, здравоохранение и, по-моему, правоохранительная система. Вот с вашей точки зрения, насколько эти данные отражают реальную ситуацию с коррупцией в стране и, в частности, в нашем регионе? Действительно ли система образования самая коррумпированная из всех существующих у нас систем? Вы знаете, на самом деле вопрос очень интересный, многогранный, да? И мы понимаем, что эти опросы проводятся на улице, случайного человека спрашивают, как вы относитесь к коррупции, знаете ли вы примеры, назовите области, где вы чаще всего сталкивались с этими проявлениями. И человек, возможно, даже сам не сталкивался со всем этим, но он говорит, ну вот, скорее всего, в обществе такое есть устойчивое мнение, да, что сотрудники ГИБДД могут вас отпустить за взятку, если вы совершили административное правонарушение. Ну, на слуху же у всех, в кино, там, где-то в новостях бывает показывают. Вот он называет ГИБДД, потом говорит, ну, скорее всего, всегда принято там какому-то доктору шоколадку дать, там, еще что-то, да, за удачно оказанные медицинские услуги. Там, медицину называют, в область образования то же самое, да, что вот такие классические примеры, студент не может задать очень долго зачет или экзамен, потом приходит, вот как в этом ролике, да, преподавателю и якобы успешно это делать. То есть очень, я думаю, что в данном, скажем, топ-3 самых коррупционных сфер у нас очень такая серьезная у людей какая-то коррупционная память, да, и на самом деле сейчас уже ситуация очень сильно и сильно изменилась. Если мы возьмем, например, сферу медицины, то вы знаете, что через госуслуги, сайты мы можем записаться к любому доктору, да, не нужно ни с кем идти, договариваться на конкретное время, прийти и, соответственно, получить свои услуги. Если вы чем-то недовольны, у нас есть система народного контроля, вы, соответственно, тоже свои какие-то пожелания, жалобы можете указать и с ними тоже разберутся. Если возьмем, например, тоже тех же самых сотрудников ГИБДД, очень много просто жалоб поступает. Кто-нибудь у вас уже едет за рулем? Есть? Давно вас останавливали? Ни разу, да, месяц тому назад. Значит, вы, может быть, помните, что у него вот здесь прямо на форме установлен видеофиксатор и в автомобиле, получается, 3 или 4 видеокамеры, которые в том числе снимают все, что происходит внутри автомобиля полицейского и все, что снаружи, и плюс переносная камера. Как ему в таких условиях попросить у вас там денег или взять эти деньги? Я не знаю. Если вы знаете, то точно так же можете сообщить на горячую линию, потому что вот в этой области, вот такой, скажем, низовом, да, уже, я думаю, вопрос разрешен. В системе образования я был одним из, наверное, первых, кто получил диплом вот с этой системой по баллам, да, и, соответственно, я знаю, что если ты весь семестр не учился, а пришел, например, на экзамен, да, но даже если ты все выучил, ты не получишь пятерку. Сейчас тоже так? Правильно, да, то есть ваши баллы, которые вы набирали в ходе семестра, складываются 50 плюс 50, раньше, по крайней мере, было у меня, получилось 100, все, вы сдали на отлично. Получили допуск 25,5, сдали на 50, получили тройку, правильно? Поэтому, соответственно, если вы вдруг надеетесь на то, что можно таким образом решить вопрос, то у вас тоже это не получится. То есть в каждой сфере, которую мы начинаем разбирать, мы видим, какие существуют антикоррупционные запреты, ограничения, да, и что на самом деле, наверное, граждане наши пока еще по такому старому своему сознанию, да, по привычке называют именно эти сферы. Хотя, наверное, действительность немножечко другая. Вот, спасибо вам, вы уже стали подтверждать наш подзаголовок, ток-шоу, где можно сказать правду, потому что, наверное, впервые внятно сформулировано, что все-таки эти опросы носят, ну не будем говорить тенденциозный характер с точки зрения опрашиваемых, да, но во всяком случае некие методики, которые не позволяют реально сегодня выявить картину, где коррупция генерируется в наиболее опасном объеме для общества. И не такие уж страшные сегодня системы образования, здравоохранения и правоохранительные, как ее рисуют нам, в общем, подвозя итоги очередного года борьбы с коррупцией. Это уже очень важный вывод, потому что он нам не позволит дезориентироваться и посыпать голову пеплом, что называется. Мы еще, я думаю, к этому вернемся, пока все-таки, давайте тогда прямо по порядку, а вот все-таки про коррупцию, про противодействие коррупции в системе высшего. Мы все-таки про высшее будем говорить образование, в системе высшего образования. С вашей точки зрения, что сегодня, я даже не спорю, говорит нет, все говорят нет, что сегодня препятствует не только активному студенчеству, но вообще всему студенчеству, тотально сказать нет коррупции. Какие вы видите проблемы, подстегивающие в какие-то критические моменты наших с вами коллег все-таки вступать в коррупционные сделки. Спасибо большое, всем еще раз добрый день. Начну, наверное, ответ на этот вопрос с самого видеоролика. Что касается именно подачи студентов, наверное, здесь и согласия непосредственно преподавательского состава на данные действия, здесь, наверное, идет вопрос именно о сознательном подходе к своей профессии, сознательном подходу к своему будущему. И если ты формируешь себя, как непосредственно в нашем видеоролике, как медицинский служащий, как человек, который, как там говорят, ты дал клятву Гиппократу, ты должен соблюдать себя и спасать жизнь. Здесь, наверное, мы должны углубиться в осознанность нас с вами. То есть вот у нас есть студенчество, которое непосредственно учится на разные профессии. Здесь нужно понимать, для кого мы учимся, для чего мы учимся, и имеет ли смысл идти на подобный акт, если ты не видишь перспективу в своей будущей профессии, не видишь долю ответственности. Вот ответственность – это сейчас, на самом деле, важный момент для каждой молодежи – понимать, кто от вас зависит, команда, семья, друзья. И вот эта ответственность, она, в принципе, и формирует вас, как человека, который будет в будущем и, возможно, станет преподавателем по своей дисциплине. В будущем будет осознанно подходить к этому. Вот наши коллеги из Казахстана, у них всегда такие вот интересные, провокационные где-то, где-то интересные видеоролики. У нас вот в России больше, наверное, частные. Это какие-то компании снимают или снимают студенты, молодежь, взрослые люди. Здесь это вопрос у них на государственном уровне, и поэтому они подобного формата видеоролики снимают. Это, конечно, хорошо, это здорово, что идет формат бесконтактной профилактики всего этого. Но реальных действий, вот, наверное, мы здесь и собрались, чтобы принять какие-то реальные действия. Реально сказать «нет», реально подойти серьезно к вопросу преподавательства, понять, куда можно обратиться, понять, какие имеются молодежные организации. А у нас таки есть молодежные организации, куда можно обратиться и сообщить о таком факте. Поэтому, опять же, это вопрос ответственности и преподавателей. У нас здесь уважаемые эксперты, уважаемые коллеги-спикеры. Все имеют понимание, как это реализуется и для чего это делается. И здесь, наверное, наше, место такое студенческое сообщество, и должно вместе сказать «нет». Наверное, и так. Спасибо. Я думаю, можно поаплодировать за ответ. Но очень приятный момент всегда, когда ты ведешь то или иное ток-шоу. Всегда возникает вопрос контакта с залом. Я вижу, что зал уже хочет сказать свое мнение. Пожалуйста, вам слово. Если можно, представляйтесь, для наших телезрителей. Я бы хотела, наверное, поддержать слово «осознанность». Но осознанность не только в направлении, в котором сказал Денис, а осознанность именно для чего я пришел в ВУЗ. Потому что, мне кажется, очень часто студентам движет, потому что так надо. Надо закончить школу. Притом, ну, часть, мне кажется, сейчас в любом случае молодежь очень активно участвует в деятельности социальных сетей. И если мы посмотрим даже на те социальные сети, и что публикуется, то не всегда зачастую популяризируется именно сама система образования, популяризируется сам профессионализм и, допустим, различные профессии. И тогда, получается, мне кажется, очень важно, с какой целью ты пришел в ВУЗ. Ты пришел просто получить диплом? Тогда да. Тогда, естественно, тебе не очень интересен формат лекции, формат практики и вообще формат сам процесса обучения. И ты продолжаешь заниматься то, что интересно тебе. Но если ты пришел получить именно профессию, и ты понимаешь, что я через 4 года уже должен здесь сформировать сначала свой профессиональный путь, то ты тогда будешь, тебе даже не хватит тех дисциплин, которые будут, ты будешь набирать параллельно еще дополнительные навыки и компетенции. Потому что ты будешь понимать, я должен стать не просто журналистом, не просто физиком, биологом, я должен стать профессионалом своего дела. А для этого нужно трудиться. И для этого, мне кажется, даже в голове не подумается, что нужно просто пойти и что-то купить у кого-то за счет. А если тебе в принципе не интересно дальше то, чем ты будешь заниматься, то тогда уже ищутся разные варианты. Может быть, я, конечно, не права. Я больше обращаюсь не к спикерам, а вот к студентам, которые сидят. Спасибо, но вот есть, все равно мы с вами должны признать, есть факт того, что часть людей приходит конкретно получить диплом, и не больше. Может быть, в нашей аудитории нет этих данной категории. Может быть, нет. Но мы говорим правду. Хотя не факт, что все, вот если мы сейчас начнем тотально опрашивать, все мечтают работать по той профессии, к которой сейчас готовятся. Есть и другая категория, которые хотят овладеть своей профессией, но ряд предметов считают не столь важными и принципиальными для будущей профессии. И действительно так есть. И тогда на эти предметы они, соответственно, меньше обращают внимания и могут потом каким-то образом восполнять свой пробел. Ну и есть те, кто вот все осознает, все хорошо, все замечательно, они очень ответственные. Так что же делать, продолжим давайте разговор, что же делать в той категории, которая, а, пришла конкретно получить диплом, и не больше, а потом еще где-то будет ориентироваться. Кстати, даже самоистемообразование позволяет им потом сориентироваться. Я еще могу в магистратуру пойти и там чуть-чуть дотачить к некоторой своей знания. Причем в магистратуру не эту, а в другой институт, в ВУЗ и так далее. И что делать с теми, кто, ну, ряду предметов не придает существенного значения, полагая, что это их профессия не понадобится. Какой у вас рецепт? Добрый день, спасибо большое за вопрос. Вот если там комментировать предыдущие реплики, то мне кажется, что здесь еще идет воспитание. Я лично всегда на личном примере стараюсь давать какую-то информацию. Воспитание. Самое главное, как, ну, одно из главных факторов – это то, как тебя воспитали в семье. Если в семье все честно, все равноправно, то тогда в целом у тебя закладываются такие ценности, что, по сути, ты даже, у тебя язык не повернется где-то соврать. Тем более, если мы говорим уже, переходим к системе образования. Ну, лично я поступал на факультет журналистики, точно зная, что я увлекаюсь фотографией. В дальнейшем это, возможно, будет моим заработком. И мы действительно сталкивались тогда, когда у нас было 4 формата литературы, основы теории литературы. И, ну, то есть у меня не было, ну, как сказать, не было даже мысли, что что-то это мне не нужно. Я понимал, что если программа построена так, как она вот есть, ну, это нужно получать. И это первое. Второе. Очень часто, когда мы там проходим какие-то образовательные курсы, мы смотрим на каких-то спикеров, уже там руководителей компаний, и когда там президент говорит, что жалко, что я там не ходил на предмет, ну, не то чтобы не ходил, а вот плохо знал химию в школе, потому что сейчас приходится разбираться там в промышленности. И кто его знает, как эта жизнь повернется. И поэтому нужно брать максимально, не то чтобы максимально все из университета, максимально вообще все от жизни получать образование. Это первое. Второе. Ну, сейчас мы знаем, что если мы говорим каким-то карательным, что ли, так скажем, мерам, то мы все прекрасно понимаем, что любой, неважно, это взяткодатель, либо взяткополучатель, либо посредник в получении взятки, это все уголовно наказуемо. И там, я не буду говорить, не точно не знаю, но там буквально с маленьких сумм начинаются уголовные статьи. Если посмотреть, какой срок можно получить за такое преступление, то в целом это может остановить. Во-вторых, есть такая информационно-просветительская работа, как уже сегодня отметили. Вот Академия творческой молодежи Республики Тарстан занимаются подобными программами уже 10 лет. Молодежной антикоррупционной программе не дать, не взять. Всегда, каждый год, ребята, сама молодежь говорит молодежи о том, что вообще коррупция это плохо, а с другой стороны еще говорят, что честность это модно. Ну, то есть, немного с другой стороны подходит, и я думаю, что вот такой формат агитационной просветительской работы для студентов, он более понятен, ну, то есть, и нам под силу. Мы не можем кого-то, ну, то есть, кто-то не может кого-то сдать, допустим, к примеру. Но говорить, что коррупция это плохо об этом и агитировать, это в наших силах, я думаю, стоит продолжать заниматься подобной работой. А вы думаете, кто-то не знает, что коррупция это плохо? Есть еще такие люди в природе? Но ведь мы говорим, что кто-то встречается со взяткой, значит, он понимает. Он встречается со взяткой, но знает при этом он, что коррупция плохо или не знает? Ну, вот если бы я, ну, то есть, я знаю, что коррупция это плохо и в жизни, я лучше там, если мы говорим про индуститут. Ну, то, что дает, берет, он не знает, что думаете про это? Ну, я думаю, он глубоко не углубляется в этот вопрос, потому что, если знать, меня точно бы остановило, и я думаю, что мое окружение это бы точно остановило. Да, последствия, нужно понимать, какие могут последствия быть. Хорошо, эксперты, вы думаете, что добавить? Жду ваших активностей. А пока вот еще один уточняющий вопрос Александру Борисовичу. Мы уточнили, что первая тройка традиционно коррумпированных отраслей не совсем уж и первая тройка. А с вашей точки зрения, кто все-таки в этой первой тройке? Где все-таки генерируется самое страшное для общества сегодня коррупции? Вы знаете, я думаю, что здесь отвечать на этот вопрос нужно с оглядкой на конкретные решения судов, на конкретные приговоры, и проведя такой анализ, мы видим, что очень высокой степени общественной опасности обладает сфера государств и муниципальных закупок, где, соответственно, очень большие суммы, очень большие нарушения и последствия в чем? В том, что государство, вкладывая деньги в инфраструктуру, в создание рабочих мест, в хорошие безопасные дороги, деньги на самом деле есть, но по факту они не доходят до того места, где они должны быть реализованы. Население этого не видит. Они часто доходят до того места, просто потом они разделяются. Ну да, я имею в виду, что они непосредственно там, например, до дороги. Не по тем местам. Или еще где-то, да. И поэтому вот те, как раз таки, коррупционные скандалы, которые мы в последнее время видим, и в средствах массовой информации, и в том числе, которые затрагивают вышел дожестных лиц, они очень на самом деле серьезно влияют на такую общую атмосферу и общую ситуацию. Как мы видим, те суммы, которые указаны в тех же самых приговорах уже, которые официально вступили в законную силу, они очень и очень значительные. То есть это не к доктору зашли из коробки конфет, это именно цифры с большим количеством нулей. Вот здесь, конечно, есть большая опасность. Потом в дальнейшем эти средства каким-то образом поступают, как вы понимаете, они не могут дальше быть в белом обороте, да, они где-то находятся в таких серых или уже совсем с другой стороны. И непонятно, как их люди используют, да, на что их направляют, на финансирование каких своих целей и задач. Поэтому вот, наверное, такой будет ответ. Спасибо. Есть ли что, экспертом добавить? Есть. Пожалуйста. Здравствуйте. Вабухан Бакумалидзин. У меня вопрос к образованию, да, к крупной сфере образования. У меня немножко такой, наверное, комментарий к тому, что почему молодежь приходит учиться на каких-то направлениях, в которых они не заинтересованы. Наверное, это проблема того, что рынок труда и сфера образования не совсем в последнее время связаны, потому что выпускники в полной мере не могут себя реализовать в тех... Условно говоря, я хочу учиться на журналиста, не потому, что я сам журналист, увлекаюсь журналистикой, я могу прийти просто потому, что у меня будет корочка, которая в дальнейшем мне позволит себя реализовать в других сферах. И вот эта вот связь, мне кажется, рынка труда и, в принципе, вузов, она потеряна здесь. И молодежь приходит не просто получить образование по тому или иному направлению, которое интересно, а просто получить ту самую корочку, которая даст возможность где-либо трудоустроиться, неважно в какой сфере. И это тоже одна из причин. То есть я могу прийти на журналистику, хотя мне это неинтересно, мне просто нужно получить диплом и доучиться. И для меня любые способы получить этот диплом, конечно, пригодны, нежели я буду добиваться действительно знаний и так далее. Спасибо, ясно. Есть еще у кого что? Так, я вижу, еще есть одно. Это не из числа экспертов, а из числа наших сегодняшних гостей. Микрофон есть у вас, да? Пожалуйста. Шакиров Руслан, студент международной журналистики. А действительно ли коррупция представляет особый вред? Ну, то есть, как мне известно, наиболее покупаемый, можно сказать, предмет является физкультура. И то есть действительно ли она в данном случае будет представлять вред общества? Где можно сказать правду? Аплодисменты журналисту. Честное слово, мы не готовили. Так, что про физкультуру у нас? Про физкультуру. Я тоже студент в федеральном университете, да, бакалавр. И тоже мы ходили на физкультуру. Я слышал об этом тоже, но ни разу не сталкивался. Я попробовал провести эксперимент на втором курсе. Кто не сталкивался здесь, в этом зале, пожалуйста? С физкультурой именно, да? Знаете ли, не сто процентов руки поднялись, да? Это вот интересный момент. Не сталкивался. А кто сталкивался? Ну, уже появились руки, да. Вопрос есть. На втором курсе эксперимент вдвоем с Артуром Мухином, тоже здесь наш одногруппник. И мы попробовали остаться, ну, что будет, если мы останемся на допсессию по физкультуре? Ну, то есть, мы там немного не ходили, немного хуже сдали нормативы. Пошли как будто бы вроде говорить к физруку, что, а вот нам, ну, как бы мы, мы бы хотели сдать, нам надо закрыть в преддверии Нового года. Ничего подобного. Ну, то есть, мы потом бегали круги в этом бустане, там, кто знает, как отрабатывается физкультура. Он вам не поверил. Не получилось. Так, хорошо. Интересный вопрос. Так, я вижу, еще микрофон есть. Ну, вопрос повис. Добрый день. Глядите заметку. Меня зовут Максим Бутырин. Я как раз представляю студенческое сообщество. И именно, скорее всего, то сообщество, которое занимается формированием антикоррупционного создания. Я руководитель антикоррупционной комиссии в одном из, я думаю, прекрасных институтов Казанского федерального университета. И вот, знаете, конечно, стоит быть согласным и солидарным с мнением о том, что человек должен быть осознанным. И, в первую очередь, молодой человек, который должен поступать. И поступать не потому, что ему так сказали, или родители так сказали, а потому, что у них определенное осознание. И с этим определенно согласен. И по поводу действий возникают соответствующие вопросы. А как можно, используя такое слово, отсеять этих людей, которые не поступают осознанно? Здесь, конечно, не во вред абитуриентам и не во вред студентам, которые хотят поступать. А может быть, пересмотреть критерии отбора для поступления. Как бы громко это ни звучало, или как бы жестко это ни смотрело. Потому что, действительно, количество студентов растет. А растет ли количество коррупционных преступлений? Мы как раз помнили у нас эти эмпирические данные. Буквально недавно, а несколько дней назад смотрел известную программу на ТНВ «Семь дней», где как раз эти данные сказали про республики Татарстан. Да, определенно радует тот факт, что количество людей в Татарстане, которые считают, что коррупция является важной проблемой, увеличивается. И в этом плане мы, как студенты, которые занимаемся формированием антикоррупционного создания, видим. То есть мы опрашиваем студентов и пишем статьи, где действительно молодые люди подтверждают, что коррупция – это вред не только себе, но и социуму вокруг рядом. Но к большому, к сожалению, эти опросы еще и показали тот факт, что около половины населения Татарстана по этим опросам, как бы объективно или не объективно они смотрели на данную ситуацию, считают, что они бы дали взятку. И еще 20%, насколько я помню, сказали, что они бы дали взятку, но, к сожалению, сумма взятки с каждым годом только растет. И здесь действительно подтверждают эти слова, что, на мой взгляд, действительно коррупция распространена не в образовании, не в тех трех сферах, которые мы упомянули, а масштабы коррупции растут именно в госзакупках и во всех остальных случаях. У нас как раз недавно была большая образовательная смена республиканская для представителей антикоррупционной комиссии. Там был такой довольно известный человек Нуждин, Вадим Владимирович, насколько я помню, который является координатором общероссийского народного фронта за честные закупки, который, да, подтверждает, что каждый год средний размер взятки в России растет, и вот именно по этим причинам. То есть, может быть, нужно посмотреть пошире. И у нас, видите, какая ситуация происходит. Люди понимают, что коррупция – это плохо. Уже подчеркнули здесь и сказали. Собственно, что с этим делать? Ну что дальше? Мы понимаем, да? Хотя вот 70% населения говорят о том, что мы бы дали взятку. То есть, когда оно видит вот этот социум, видит то, что вроде множество решений принимаются, указов, а ничего не решается, может быть, как-то системный подход применить, посмотреть, а может быть, как-то с этим нужно посмотреть, более глобальный, может быть, нужно дополнить какие-то иные антикоррупционные программы принимать, может быть, более жесткий контроль делать. Вот такой большой вопрос для размышления, думаю, нужно поставить. Спасибо. Спасибо. Очень существенное дополнение. Очень интересно. Более того, я перед тем, как мы посмотрим следующий ролик, еще дополню вот эту почти безысходность, которая звучала в вашем выступлении. Если раньше это был анекдот, был такой анекдот, когда папа спрашивал у сына, сынок, где ты хочешь учиться, кем ты будешь? Он говорит, папа, я учиться не буду, я буду вором. Он говорит, сынок, если ты закончишь университет, ты будешь шарить не по карманам, ты будешь воровать вагонами. И это тоже парадокс сегодня, что образованность, уровень сознания, интеллекта человека, к сожалению, не является гарантией. Как правило, люди достаточно образованные, под судебные попадают статьи, под уголовные статьи. Пока вы с этим живете, посмотрим ролик и вернемся к этой теме. Давайте ролик посмотрим о физкультуре, и снова вернемся в наш ритм. Субтитры сделал DimaTorzok 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 С вашей точки зрения, это я к экспертам, юристам еще раз обращаюсь, возможно ли формировать устойчивое антикоррупционное сознание в условиях такой высокой турбулентности самого права, который мы имеем, в том числе в нашей стране. Когда ты утром просыпаешься, не очень точно знаешь, какой закон сегодня действует и какое новое правило введено, какое отменено. Вам микрофон, да. Литталгатность сейчас включится, обязательно, даже включится в разговор. А здесь, давайте я вопрос ваш развожу на две составляющие. Первое, наше право меняется, тут я с вами соглашусь. И юристы тоже иногда с ужасом смотрят на обновления, которые приходят каждый день, анализ по консультанту, по гаранту, что нового появилось у нас, и с какого числа это начнет действовать, та или иная норма. С точки зрения законодательства антикоррупционного, здесь оно все-таки стабильно. Есть составы совершенно определенные, взятка, посредничество. Антикоррупционное это наказание за... А вот что толкает человека к этим деяниям? Вы про... Его же не отсутствует... Мотив. Ну, здесь прозвучало, что если вернуться к той самой физкультуре, давайте предположим, да, это гипотетически, тут сидят студенты, я думаю, что не все со мной, наверное, согласятся, тут сидят преподаватели, да, другая сторона. Если у человека все плохо с физкультурой, есть вероятность, что он попытается решить этот вопрос как-то по-другому. То есть мотив появляется, да. Соответственно, появляется искушение, видимо, и у преподавателей. И вот как они здесь будут взаимодействовать, какой будет результат, ну, здесь тоже можно предполагать, опять же, гипотетически. Потому что, очень точно было сказано, есть фон, да, вот есть представление, у нас уже такое, оно достаточно традиционное в КФУ, по опросам физкультура лидирует, да, то есть вот коррупционность, обычно одна из первых ассоциаций, это кафедра, которая обеспечивает проведение этих занятий. Но ответственность здесь есть, я думаю, что каждый преподаватель, кто ведет физкультуру, знает прекрасно ответственность за взятку, да, получение взятки и последствия, которые здесь возникают. С точки зрения права, здесь, наверное, грех жаловаться, у нас устойчивая система, уголовное законодательство по данным составам, все достаточно определено. Ну, какие изменения были в последнее время, это так называемое мелкое взяточничество, да, дополнительно, статья с грифом, да, со значком. Все остальное здесь стабильно, и я наверняка, вернее, я уверен, что каждый преподаватель вуза, не только КФУ, знает, что такая ответственность существует, и если вдруг он принимает какое-то другое решение, искушает, да, его, и он поддается, он прекрасно понимает, на что идет и чем это может закончиться. Процессы в Татарстане были, насколько я помню, если коллеги меня поправят, КФУ вроде бы у нас с этим поспокойнее, в других вузах Татарстана такие проблемы были, к ответственности преподаватели привлекались. Спасибо. Ну вот, кстати, звучало в одном из выступлений наших уважаемых экспертов о том, что надо кое-что пересмотреть, наверное, в антикоррупционных программах, в программах борьбы с точки зрения возможного ужесточения. Вот теперь вопрос к спикерам. Скажите, пожалуйста, каждый по очереди, с вашей точки зрения, стоит ли ужесточать антикоррупционное законодательство, и если стоит, то до какого предела? Вот Ленина Талгатна не даст соврать, у нас тут был в гостях председатель Верховного Суда Республики Татарстан, он очень честно ответил на вопрос, скажем, о целесообразности возвращения смертной казни. Ток-шоу «Говорим правду». Вот с вашей точки зрения, насколько надо ужесточить законодательство, если можно максимально искренне? Или не надо ничего трогать? Или наоборот, кстати, вот как с наркотиками сейчас, есть примеры за рубежом, да, когда некоторые от греха подальше вообще разрешают легализовать, чтобы меньше было возни с этим мелким. Может быть, какую-то часть сделок просто легализовать? Вот куда повернуть законодательство? Наверное, легализуют на последнюю часть вопроса, да? Легализуют, наверное, там, где общество к этому готово, и посчитав все риски, они решили, что какой-то небольшой процент только этим всем будет заниматься, и, наверное, им это выгоднее, но в нашем случае, наверное, не совсем будет работать, по крайней мере, в ближайшее время. И что касается ответственности за коррупционные правонарушения, преступления, идти по пути ужесточения, мы, в принципе, можем, но у вас вопрос, насколько это эффективно, да? Примеры зарубежных стран, того же самого Китая, например, показывают, что, несмотря на то, что есть у нас очень серьезные санкции, да, уголовного характера, то все равно в любом случае такие преступления люди совершают, потому что каждый считает, что он не попадется, что он умнее, хитрее, быстрее, или еще какие-то у него есть способности перед теми, кто попался, да? Поэтому, наверное, не сработает. Мы свою задачу видим немножко в другой плоскости. Это в создании условий, при которых у государственного или муниципального служащего нет возможности даже варианта выбора коррупционного поведения. Это и работа с административными регламентами, это и предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде, это государственный контроль, там, соответственно, муниципальный контроль, да, со стороны общественной контроли очень активно сейчас стараемся использовать, и вот во все наши регламенты, да, мы его, по крайней мере, сейчас такая идет у нас борьба с этим, пытаемся включить. Вот даже элементарные самые вещи, приемка, например, продуктов питания в школах, да, соответственно, какая-то фирма выигрывает тендер на поставку этих продуктов, привозит их, администрация принимает и кормит детей не совсем такими хорошими, свежими продуктами. У нас в республике работает экспертная группа по выявлению вот подобных моментов, в муниципальных районах, в государственных органах мы выезжаем, и каждый раз видим одно и то же, да, и возникает вопрос, как нам с этим бороться, потому что, в общем-то, коррупционные преступления и правонарушения, они же высоколатентные, соответственно, обоим сторонам бывает выгодно, чтобы никто об этом не узнал, да, вот, и с этим связана сложность выявления этих вещей. Поэтому, если мы добавляем в этот процесс приемки, например, да, в моем примере, общественность, то же самое, родительский комитет, например, да, понятно, что уже не получится просто так привозить какие-то некачественные продукты, потому что их невозможно будет потом сдать. И вот таких моментов их очень много, поэтому, наверное, лучше идти по пути гораздо эффективнее, да, именно создание таких условий, повторюсь, когда нет выбора варианта именно такого коррупционного поведения, и усиливать контроль со стороны общественности. Спасибо, зал, если есть что сказать, добавите, подключайтесь, давайте знать, микрофон и, соответственно, вам передадим. Ну, вы внесли некоторое вообще разночтение в мысли, потому что, с одной стороны, понятна ваша мысль, ваша позиция, с другой стороны, вы сказали, вот, на примере школьного питания, и каждый раз одно и то же. Может быть, все-таки взять, расстрелять один раз, да, и не будет каждый раз одного и того же. Давайте передадим сейчас слово, ваше точка зрения на эффективность сегодняшнего, не только законодательства, всего комплекса мер по противодействию коррупции. Да, спасибо большое. Задумался о том, что имеется такая дисциплина, как современные аспекты противодействия коррупции, СПК, вроде правильно сформулировал. И слово «современные», наверное, здесь имеет немного другой смысл. Современность, она сейчас немножко другая. У нас все цифровизация, которая ведет и к социальным сетям, к мессенджерам и так далее. Здесь именно противодействие коррупции рассматриваем мы вот в рамках студенчества как дисциплину, узнаем о законодательстве, который регулирует те или иные вопросы, и непосредственно углубляемся в какие-то аспекты, решения кейсов и так далее. Что касается именно современности, то, наверное, нужно всем студенчествам менять немножко формат. И коррупция — это не единораждовый случай, не месячный, не годовой. Это большой механизм, который сформировался за долгий промежуток времени во многих странах нашего мира. И здесь вот этот механизм, он не всегда должен быть резко разрушен. Иногда есть такие моменты, когда нужно постепенно какими-то действиями, какими-то разговорами, какими-то непосредственно встречами все это регулировать. И когда мы говорим о каких-то резких таких моментах, то есть убийство за коррупцию или еще что-то, нужно понимать, что сейчас нужно строить, наверное, новое общество. То есть мы сейчас встретились в рамках студенчества, что разговариваем о коррупции, каждый из нас понимает, как это регулируется, чем ты можешь грозить, какие суммы бывают в обороте и так далее. Но если мы начнем этим заниматься непосредственно с школьных лет, возможно, даже из первого класса, я думаю, что в игровом формате это никому не повредит, начать именно профилактику. Мы не говорим о том, что вот этот дядя, вот он столько взял, вот теперь он сидит. Я думаю, что это совершенно не тот формат. А здесь нужно начинать постепенно профилактику. Возможно, и молодежным организациям стоит включиться. И Лиге студентов сейчас мы будем постепенно включаться в этот процесс, помогать где-то содействовать Академии творческой молодежи. Потому что вот этот тандем, этот баланс между студенческим, преподавательским составом, между молодежными организациями и правительством, он и построит тот механизм. И ни санкции не нужны будут, ни какие-то резкие высказывания по поводу убийства за те или иные действия. Сейчас вот много, думаю, из молодых, кто видели такой популярный сейчас тезис в интернете, что Сталин там не выделял определенную сумму рублей на борьбу с коррупцией, он выделил два кладбища. Начинаешь задумываться. Так, вот это, конечно, был резкий повод. Возможно, два кладбища он не выделял. А возможно, ему вообще... Возможно, больше. Кто знает. А возможно, не выделял вообще. Но вот этот тезис, ты его читаешь и думаешь, ага, это в интернете написано, в интернете что? Редко врут. Это нам так кажется. Потому что мы привыкли, что если это есть в наших популярных 50-миллионных сообществах, то, скорее всего, это правда. И вот эта цифровизация, вот это внедрение через призму студенчества и молодежи, вот это, наверное, самый действенный метод. Метод внедрения через нас привычные вещи. Спасибо. Ну, вообще, мысли о Сталине... Вот это отчасти ответ на феномен Сталина сегодня, чья популярность растет, в том числе и в молодежной среде. Это не мечты о былом. Это некое представление о социальной справедливости и честности. Это миф такой уже, который очень популярен, набирает обороты. Это надо иметь в виду. Я вижу, есть желание у экспертов высказаться. Давайте, вот, вы начинаете и потом продолжите. Добрый день. Алла, Академия творческой молодежи. Я, мне кажется, не совсем соглашусь с Данилом по поводу популярности Сталина. Я не вижу, что он популярный, это я про Сталина. Но мы уточнили, какой Сталин имеется в виду. Да, потому что, на самом деле, мы, кажется, говорим о двух разных моментах. Это бытовая коррупция, где мы говорим про здравоохранение и образование. И коррупция, которая по закупкам, но это уже, мне кажется, немножко такой другой уровень. И вот если мы говорим, как студенты, больше обычно про какие-то бытовые факторы, тут есть предпосылки всегда к этому. И мне кажется, что нам важнее работать с предпосылками, чем вот с такими, а как покарать по итогу. Потому что, на самом деле, вот, например, студенты, которые, например, не учились весь семестр, а такое очень часто бывает у первого курса, когда ты еще не понимаешь, что такое сессия, и тебе кажется, что раз тебя не контролируют весь семестр, я, значит, собственно, хорошо живу. И когда ты подбираешься к сессии и понимаешь, что, а дело-то очень плохо, кто помогает тут студентам решить эту проблему честно? – Действующее право, потому что ему можно уйти на дополнительную сессию, потом можно уйти на комиссию, он будет вечно учиться, понимаете? – Мы абсолютно точно не споем с этим, но… – Очистить его тяжелее, чем принять, намного. – Да, тоже можно, ой, схем десятки. – Но ведь, когда вы первого курса, вы очень даже этого слова дополнительное боитесь, а уж про комиссию, иначе не было бы летальных исходов сессии, которые мы ежегодно видим. И на самом деле с таким стрессом некоторые ребята не справляются. И вот тут, мне кажется, очень важна сама личность преподавателя. И есть в любом ВУЗе такие преподаватели, которые очень строгие, но если ты подойдешь и говоришь, что у меня есть проблемы, они вам помогают, но помогают не как-то решить, а говорят, давайте я выделю время, объясню отстающим, что нужно, и вот он честный путь. И если каждый студент будет честно признаваться, что у меня есть проблема, а каждый преподаватель, да, это не оплачивается преподавателю, но если он будет идти и по-человечески решать этот вопрос, то тогда, возможно, и не будет предпосылок к тому, чтобы давать взятки. То есть по-человечески решить, это он должен сейчас взять на себя дополнительную нагрузку, преподаватель, и продолжать с ним, да. Возможно, когда-то так. Но ведь мы говорим, и в здравоохранении такое бывает. Например, я очень знаю, у меня есть стоматологи в семье, и есть такое понятие у стоматологов с острой болью. Это когда у вас полная запись, но если человек обращается с острой болью, но у него щека распухла, а записи нет. И врач тут встает в позицию врача и по-человечески говорит, да я пойму его в нерабочее время, но только потому, что я понимаю, что человек не может с опухшей щекой спать дома. И это во всех сферах. И если мы как студенты, как коллеги будем помогать рядом своим одногруппникам, а в университете ко всем будут относиться, во всех университетах, с пониманием, тогда мы будем говорить о том, что вот в этот загнанный угол, где человек пытается единственным моментом решать это, а кому можно дать взятку, тогда такой ситуации не будет. И это, мне кажется, очень важно. Нам важно оставаться людьми всегда. Это я не говорила про ту ситуацию, когда вот закупки, система, чиновники. Но другая крайность такая прозвучала, да, от желания там расстреливать у одних до желания взять на поруки и вечно содержать. Интересно, интересно, так еще было, я вижу, желание высказаться. Здравствуйте, Киямов Дауд, я хотел бы задать такой вопрос. Вопрос у вас. Ну, даже не вопрос, а Данил Шейку, как ты считаешь, вот ты говорил то, что иногда, вот вы задавали ему вопрос, нужно ли расстреливать, а может нужно поощрять людей, то, что вот, как, например, на Украине сейчас есть такой законопроект, который был подписан, то, что кто, получается, увидел то, что дают или берут взятки, он получает 10% от суммы взятки. Как вы считаете, правильно ли это и хороший ли этот метод? Спасибо. А вы не в курсе, на Украине это каким результатом привело? Резко снизилось там? Вот этот законопроект войдет в силу только 1 января 2020 года. До 1 января не считается 10%. Так, пожалуйста. Спасибо большое за вопрос. Сейчас много законодательных инициатив происходит в стране, о которой ты сказал. Не знаю, в рамках телевидения все это как происходит. Наверное, с точки зрения сейчас урегулирования ситуации, которая происходит, опять же, мы возвращаемся, почему-то Алла, к каким-то глобальным государственным вопросам. Мы родители студенчества, мы обсуждаем госзакупки, сейчас законодательство на Украине. У нас здесь такая высокая в итоге получилась встреча, когда мы сейчас уже будем придумывать законодательные нормативные права, которые будут регулировать после и подписывать резолюцию. Наверное, в силу сейчас урегулирования ситуации в стране, на Украине, это было просто важное политическое предложение. Если это войдет в законодательную инициативу, это примут, и она войдет в законодательство Украины, это будет, наверное, какой-то феномен для всего мира. Посмотрим, к чему это приведет. Именно человеческого фактора, когда сейчас, наверное… Есть такая ситуация, кстати, вот я хотел о ней поговорить, когда бьют машины, и страховая служба специально бьет и уплачивает какие-то суммы. Я думаю, что это к этому и приведет со временем, что там и специально будут какие-то подставные коррупционные факторы и так далее. Сейчас рассуждаясь о том, что не принято, и как это срегулировать в стране, когда ни разу это не проводилось, наверное, пока с нашей точки зрения это будет немножко неправильно. Ну вот я сейчас еще хотел бы вернуться к вопросу по поводу высказания Максима о формировании при поступлении, то есть отсеивании студентов. Я все просто тоже задумался как раз в рамках того, что Иала сказала, и Максим об этом говорил. Отсеивать студентов, которые не заинтересованы профессией на первых этапах. Но вот рассматривая нас сейчас, тех людей, которые формируются, и каждый день узнают миллионы информации, это то, что и я сейчас может формируюсь. Сейчас я занимаюсь подобной деятельностью, через год захочу и уеду в район работать какой-нибудь, и все, мне будет там хорошо в деревне жить. Я вот поступил на юриста, 4 года учился, понимаю, что мне сейчас не очень уже интересно. Хотя я добросовестно учился все года, что мне все было очень интересно. Сейчас не хочу. Есть просто вопрос того, что раньше, наверное, осознанно шли ко всему этому. Сейчас мы идем по мере своего желания. И на третьем курсе захочешь, перестань, не будет тебе нравиться учиться. Но ты же не прочишь свое дело. Докончишь учебное заведение. И, возможно, профессии, которые у тебя есть сейчас, то есть как вот в молодежной политике или в другой сфере, ты же можешь спокойно и продолжать обучаться, пойти на государственное муниципальное направление или на любую другую должность. Поэтому этот процесс, вопрос отсеивания на первом курсе или прямо когда ты еще абитуриент, мне кажется, это тоже неправде жить. Потому что мы сейчас, когда поступаем, мы идем туда осознанно, единицы, и то не поступают на высшее образование. Есть миллионы факторов, куда можно еще поступить. Спасибо. Я видел еще в зале был микрофон. Пожалуйста. Да, да, говорите. Здравствуйте. Алмаз Хабибуллин. Все, наверное, знают, кто такой Павлик Морозов. И вот в народной памяти он... Украина навеяла, да? Да, продолжая тему про Сталина. И вот Павлик Морозов в народной памяти остался скорее предателем. Но вот такой вообще вопрос ко всем. Кто же он такой, на самом деле, предатель или герой, который поборол точечную коррупцию? Нет, вообще, тут к юристам даже еще есть вопрос уточняющий. Я не помню точно, как это формулируется. Провокация к взятке, да, вот что-то такое. Вот с вашей точки зрения, насколько нравственно это составляющее нашего законодательства? Потому что вот не стало бы у общества тотально Павликами Морозовыми. И вот кто-то, да? Что-то юристы растеряли, нет? Нет. Пожалуйста. Те же самые конфеты врачам. Может быть, оставить их в покое, эти конфеты. Ну, это часть нашей культуры, да? Поблагодарить человека за выполненную работу. Вот у нас такое есть в культуре. Давайте опять попробую разделить ваш вопрос. Он, как всегда, очень умный, грамотный, такой мудрый. Здесь, видимо, я как-то в юридической реальности, я как-то по полочкам пытаюсь развожить. А насчет провокации взятки действительно есть такое. И есть ответственность уголовная за провокацию взятки. Это не, может быть, добрая шутка или недобрая шутка со стороны чьей-то. Это действительно оценивается. И за это привлекает к ответственности, если кто-то фальсифицирует доказательства, если кто-то провоцирует ситуацию, которая может привести к каким-то последствиям. Человека задержат якобы за взятку, хотя на самом деле он к коррупции никакого отношения не имеет. И не собирался даже, возможно, да? Второе. Насчет вознаграждения выплат. Я соглашусь с оценками, которые прозвучали. Здесь может дойти до злоупотребления правом. В частности, у нас, может быть, кто-то помнит, был в свое время очень интересный эпизод в истории нашего МВД РТ, когда милиционерам за отказ от взятки гарантировали выплату той же самой суммы, которую им предлагали, от которой они отказались. И потом выяснилось, что, оказывается, это сделать не так легко для бюджета. Просто-напросто эти суммы настолько могут быть велики, что пожелание благое, да? И вроде бы все грамотно. Я не знаю, насколько бюджет Украины осилит эти 10% с каждой суммой, если там это пойдет на поток. Ну, это просто рассуждение. Я тоже не слышал, что этот нормативный акт принят, и я тоже слышал, что это возможный вариант. И я тоже соглашусь с тем, что вполне возможно, это пиар-ход, это политика, это то, что иногда называется нужно, да? То есть для того, чтобы повысить рейтинг и так далее, и тому подобное. А насчет подарков, я с вами соглашусь, это действительно воспринимается в нашем обществе как традиция, да? То есть как даже правила хорошего тона. Но тут совершенно правильно подсказывают коллеги, эти правила все-таки имеют некую грань, да? То есть вот если это коробка конфет, конфеты нормальные, но коробка выполнена из чистого золота, я думаю, что все прекрасно понимают, что дело не в конфетах, что здесь, видимо, что-то иное имелось в виду. Пожалуй, я, наверное, свои комментарии на этом закончу. Ну, просто с вами, юристами, сразу, сразу сложить. Бутылочка вина тоже бывает разная, да? Согласен. Ну, это может быть так. Так, есть залка, включился, хорошо. Сейчас я вам обязательно передам слово, просто я уже обещал здесь. Давайте, Максим. Да, ну вот в продолжении очень много действительно реплик прозвучало. Хотел бы прокомментировать и по поводу, значит, жестких мер, и по поводу того, значит, как можно отсеивать. Скорее всего, по поводу отсеевания идет вопрос именно абитуриентов, когда, ну, это опять гипотеза. Гипотезу можно предположить, что, как правило, значит, те абитуриенты склонны к, значит, коррупционным проявлениям, те, которые поступают на контрактную форму, имея низкие баллы. Ну, предполагается, что это гипотеза, ее нужно проверять, но это имеется в виду. И именно они больше, на мой взгляд, склонны именно к таким правонарушениям. Поэтому это очень спорный вопрос. Понятно, что для системы высшего образования, для ВУЗа нужны деньги, поэтому берут максимальное количество людей. И это вот определенная большая дилемма, да? Но если были бы четкие конкретно цифры, что мы берем только 10 человек, все, и вот есть определенный балл, тогда, может, по-другому было бы все. Такой критерий есть, он имеется, но, может быть, стоит его как-то более, так сказать, взять за основу и держать под контролем. Это первая реплика. По поводу реплики жестких мер и по поводу расстрела и убийства, скорее всего, я бы сказал следующим образом. О каком расстреле и убийстве можно говорить? О том, что в самом коррумпированном государстве проводить такие коррупционные действия. Потому что ты сам можешь попасть, невинный человек, в эту сферу, когда в обществе существует эта коррупционная большая основа. Поэтому и в целом человеческая жизнь – это высшее проявление гуманизма и жизни, и кого мы можем отделить. И, конечно, правильно тоже было сказано о том, что не нужно доводить все до абсурда и считать любое проявление подарком конфет проявлением коррупции. Конечно же. То есть мы видим корень определенный, что большая сумма взяток происходит как раз не на местах бытовой коррупции, а, скажем так, в высокопоставленных чинах. По поводу принятых законопроектов, он был принят на самом деле, точно могу быть в этом уверен. Это как раз тот интересный яркий пример противопоставления смертной казни и всяким убийствам. Тот факт, что гуманным способом можно решить данную проблему. Здесь скроется еще более глубокая серьезная проблема. Когда мы говорим об антикоррупционном просвещении, на мой взгляд, не стоит, если мы говорим об просвещении в школах, именно так, с малого возраста, нужно уделить внимание не самой тематике коррупции, потому что само слово «коррупция» может пугать, и не все могут это понять, а именно тому факту, тому пониманию, что именно от тебя зависит твое будущее, что мы строим гражданское общество, когда каждый человек зависит и делает все возможное для этого общества, для развития, не то что государства. Ведь давайте мы посмотрим уверенно и поймем, что все-таки у нас в российском обществе человек очень многое ждет от государства, в том числе решения и проблемы с коррупцией. Но никто про себя, мало кто говорит. Давайте сейчас завершайте. Буквально, как раз говорили о том, что, собственно, значит, коррупция это плохо, но сами мы готовы до взятки, но просто очень дорого в последнее время стоит эта взятка, да? То есть, может быть, нужно развивать именно вот это вот гражданское воспитание в плане того, что я влияю здесь на эту ситуацию, а никто и не государство. И я думаю, вот это нужно проводить, а не то, что именно только антикоррупционно просвещено. Спасибо. Пока микрофон переходит к лейталгатной, который есть, что возразить и добавить к сразному, я по поводу Павлика Морозова сразу, я так правильно понял, да? Павлика Морозова бюджет просто не осилит, да, в большом количестве. Поэтому все спокойно, не переживайте, пожалуйста. Я не в плане встать на защиту абитуриентов низкобальников, но которые готовы заплатить за свое образование, а в плане, наверное, защиты всей вузовской среды и приемной комиссии. Как человек, который провел не одну приемную кампанию, могу с уверенностью сказать, что абитуриенты, которые имеют низкие баллы, абитуриенты, которые имеют высокие баллы, они одинаково участвуют в конкурсе. Все прозрачно, каждый из них видит ситуацию вплоть до последнего человека, у которого самые низкие баллы и движение. Поэтому здесь, в вузовском формате, это практически невозможно. То есть вот на этом этапе это невозможно. Поэтому если вуз устанавливает пределы приема по коммерческой форме обучения, то, соответственно, они наберут столько, сколько они установили эту контрольную цифру приема для коммерческих студентов, точно так же, как есть контрольные цифры приема для тех лиц, которые учатся на бюджетной основе. И вот, наверное, в некоторой степени это звучало уже у разных спикеров, собственная позиция относительно вот этой проблематики вообще и коррупционной, вернее, этой в частности коррупционной в целом. Считаю, что вопросы коррупции никогда не связаны исключительно только с правовой сферой, и об этом здесь тоже говорили. Но для меня вот это коррупционное поведение – это скорее определенный тип взаимоотношений человека с окружающим миром. То есть это вообще в принципе отношение человека к тем правилам и нормам, которые в обществе существуют. И, соответственно, если ты можешь какие-то правила нарушать, нравственные, религиозные, правовые, то, соответственно, и вот эта вот потенциальная возможность формирования коррупционного типа поведения, она сопряжена именно с твоим отношением к тому, как ты вообще выстраиваешь вот это вот социальное взаимодействие с себя в рамках разных отношений. И если мы там, допустим, маленький ребенок, трехлетний ребенок, который манипулирует своими родителями, его этому тоже никто не учит. То есть фактически, когда он допускает ситуацию, что родители сами же нарушают правила, которые ими же установлены, то есть ребенок имеет возможность, это психологи считают, что он уже формирует определенный тип поведения. То есть, значит, есть правила, которые ты можешь нарушать, и есть какие-то ситуации, когда, собственно, это нарушение, оно сопряжено с теми людьми, которые эти правила устанавливают. И поэтому понятно, что не каждый, кто манипулирует родителями, он вырастает в коррупционеры, но, по крайней мере, вот этот тип взаимодействия человека с окружающим миром, это то, что, в принципе, формирует, в том числе, и коррупционный вариант поведения. Спасибо. Ну, аплодисменты. Родители, это вот, наверное, самый первый пример, детский сад вспоминали, когда действительно им проще откупиться от ребенка, все уже легло. Ну, собственно, ведь про это я уже и спрашивал. Действительно, вот есть такая дилемма в условиях, когда человек понимает и осознает, что законы можно не исполнять, потому что все равно либо отменят, либо работает выборочно, либо изначально принят такой, который работать никогда в жизни не будет, и таких много стало появляться в последнее время, это создает некую такую среду, где коррупционное мышление все равно начинает подогреваться. То есть я правильно вас понял, услышал, да? Спасибо. Хотели, да, сказать, и дальше пойдем по залу. Слово о том, что нужно ли поднимать уровень ответственности, там, сроки за совершение таких деяний, как коррупция, мне кажется, что не нужно, потому что коррупция, она и так приравнена, по-моему, уже к убийству, терроризму, коррупции, мне кажется, там, ну вот, там до 12 лет, по-моему, за взятку можно получить за определенную статью, да? Мне кажется, нужно бороться с, ну вот, как раз, не то чтобы бороться, а как уже сегодня отметили, создавать условия для жителей, для общества, в которых бы не возникало подобных ситуаций. Вот сегодня уже прозвучало схем, слово схем. Вот говорили о том, как вот у нас вроде на гаишнике в камеры повесили, как им второй гаишник без камеры просто ходит. Я сталкивался с этим, второй гаишник ходит без камеры и предлагает взять взятку. Вот, когда, ну то есть, это все возникает, мне кажется, из-за какой-то вот человек понимает, что у него безысходность, несправедливость. Когда врач в больнице, там, дедушку не принимает без взятки на лечение, там, в онкологический стационар, а когда в итоге ему дают взятку, и человек оказывается в онкологическом отделении, там, вдвоем на все отделение, и когда, там, раньше говорили, что, не раньше, а когда говорили, там, при приеме, что нету мест, это все безысходность, это все какая-то вот, ну, я не знаю, да, безысходность. И поэтому здесь, мне кажется, нужно делать то, чтобы люди были довольны, и вот, переходя на положительную сторону, в целом-то ведь картина меняется, но общество стает действительно лучше, добрее люди стают, и я не знаю по статистике, как там, по этим коррупционным явлениям, но многое делается для того, чтобы общество и в целом люди были довольны. Что касается молодежи, и когда мы говорим о трудоустройстве и так далее, надо понять единственную вещь, все в твоих руках. Ну, то есть, сейчас все условия для того, чтобы стать специалистом абсолютно любого уровня. Если будешь сидеть на диване и ждать от государства, ну, ушло, мне кажется, то время, когда нужно чего-то ждать от государства, нужно делать, брать, учиться и работать, и вот тогда будет и результат, собственно говоря. Поэтому, мне кажется, вот эту мысль надо доносить до молодежи, и вот через несколько поколений, вот, то, о чем мы сейчас говорим, оно уйдет, наверное, через тысячи дар. Это прогноз через несколько поколений, хотя, вот, продолжение того, о чем мы сейчас говорили, вот, коррупционное сознание, оно вот как порох рассыпанный рядом спички, оно все равно вот очень опасно вокруг витает, ну, что вы говорите про онкологическое отделение. Напротив Уникса половина полка ППС дежурит, да, каждый день. Мы же понимаем, что что-то не так, не самое аварийное место. Давайте так сделаем. Есть еще два, я вижу, три даже. Вот у вас чуть раньше был, да, микрофон? Пожалуйста, вам, потом дальше двинемся. У нас еще один ролик. Есть терпение пока? Скажите что-нибудь. Есть. Есть. Здравствуйте, я Булат Белалов из ИТИСа. Я бы хотел начать с того, что мне бесит, когда говорят, сравнивают Россию с Украиной. То есть, у нас свое государство, у нас российское государство, и мы должны говорить только про Россию и решать свои проблемы сами. Спасибо. Ну, мы, я так услышал, что не сравнивали, просто я хочу защитить задававший вопрос. Он привел пример просто, вот, возможно, это очень эффективное законодательство, может, нам его применить. Нет, хотел привести пример именно первого-второго канала, который нам говорит про Украину, а не про Россию нам говорят. Другая тема, да. И проблема коррупции, она более многогранна, чем медицина и образование. Здесь надо начинать с высших слоев государственного управления. То есть, пока государство не перестанет воровать, народ не будет ему доверять. У нас очень популярно то, что кухонная политика, можно сказать. Когда собирается семья и говорят, а почему они воруют, им дают только домашний арест. А если ты шоколадку своруешь, тебя могут даже посадить. Еще я хотел сказать о том, что медицине, когда мне было, по-моему, 3 года, это столкновение с коррупцией было, я пролил на себя нечаянно суп горячий. У меня воспаление было. И мне надо было в больницу. Самое интересное то, что да, меня приняли, все, но мою маму не пускали. Не пускали до того момента, пока она не дала взятку. А потом оказалось, что она дала взятку, чтобы меня приняли сразу, и чтобы потом она могла сидеть в кабинете и видеть, что происходит. То есть я хочу сказать тем, что нам надо воздействовать на государство, чтобы оно перестало воровать. Когда оно перестанет воровать, народ перестанет заниматься коррупцией. То есть сколько бы мы не проводили этих встреч, сколько бы мы не говорили про коррупцию, сколько бы мы законов не сделали, пока само государство не изменится, народ не будет меняться. И тотально мы не победим коррупцию. У меня все. Спасибо. Еще, да, пожалуйста. Да, у меня было про систему образования, как раз таки про тех людей, которые поступают на контракт. Да, тут прозвучало то, что возможно надо ограничивать, но с одной стороны эти же люди тоже ненасильные идут на контрактную форму обучения. Они понимают, куда они идут. Да, значит, лучше здесь надо работать, наверное, над перфориентационной работой. То есть давайте понимать ребятам, на какую специальность они именно идут, что из себя представляют. У меня есть ребята, которые, например, они идут на какое-то направление, на контракт, и с полной уверенностью того, что это их дело. Но к третьему курсу они осознают то, что на самом-то деле это не то совсем, о чем они представляли. Возможно, надо над этим работать, на школьных порах, над школьниками, и давать понять, что вот это направление представляет из себя практически вот это, и так далее. И по поводу ужесточения закона. Мне кажется, здесь нужно больше работать над сознанием людей, давать понимать, на каком глобальном уровне несет за собой плохие последствия коррупции, а не о том, что карать и говорить о том, что как это будет плохо для тебя, если ты совершишь такой проступок. Запретный плод сладок, мы все про это прекрасно знаем, и нужно давать понимать, совсем по-другому преподносить. И вот как раз-таки про 10% это, мне кажется, тот же самый ход, когда положительное отношение у людей к противодействию коррупции, то есть общественное мнение, воздействие на это как раз-таки со стороны. Спасибо. Спасибо. Добрый вечер, Панкова Екатерина, заместитель директора по социально-воспитательной работе. Конечно, очень здорово вот так абстрактно рассуждать о коррупции, но все-таки тема нашего выступления – это студенчество против коррупции. Давайте вернемся к этой теме. И все-таки, что делать нам со студенчеством, как работать? Я как заместитель директора хочу сказать, что, ну, да, мы формируем антикоррупционное сознание мышления, но, как уже было сказано, все прекрасно знают, что коррупция – это плохо. Что дальше? Что делать? Вот у нас студент, мой же, да, международный журналист, говорит, что сталкивался с физкультурой. Почему так происходит? Вот давайте посмотрим на… То есть в каждой проблеме надо искать конкретную причину и бороться с самой причиной. Почему студенты хотят купить физкультуру? Потому что образ физкультуры у нас какой? Ой, ну вот опять эта физкультура. Ну это же такое ужас-то. Ребята, хорош, у нас мода на здоровый образ жизни. Люди 50 тысяч тратят на то, чтобы попасть в спортзал. Я лично плачу деньги, чтобы попасть в Наринбургский тракт. Я там встречаю студентов, они меня спрашивают, Екатерина Сергеевна, что тут делать? Я говорю, пришла за вас физкультуру отрабатывать. Потому что, на самом деле, это модно для молодежи. Вы хотите, чтобы вам девочкам нравится? Занимайтесь физкультурой, и даже не два раза в неделю, а четыре раза, тогда все получится. То есть надо менять образ физкультуры, решать конкретную проблему в конкретные задачи, в конкретных условиях. Спасибо. Но, правда, образ физкультуры не студент же должен менять, насколько я понимаю. Есть возражения, смотрите, в бой прямо. Ну давайте. Очень коротко только, пожалуйста. Что ж, кажется, я понял свою ошибку. В принципе, я должен был сказать, не сама физкультура, а, в принципе, непрофильный предмет. То есть именно в этом и дело. То есть станет ли человек менее квалифицированным, если он купит предмет, который не входит в его профессиональную деятельность? То есть будет ли это вредно для самого общества? Спасибо. Ну то есть не снимать ли такие… Ну, как пример просто попал на язык, да, не потому что мы к ней имеем особую какую-то симпатию или антипачи. А просто, как пример, не стоит ли, может быть, чтобы не раздражать и не создавать коррупционных схем, вы готовы 50 тысяч платить, чтобы ходить, а кто-то 50 тысяч, чтобы не ходить. Можно вообще убрать из образовательного плана тогда это, и все будет спокойно. Ну, как вариант. Вот как те коробки конфет. Давайте уберем, удалим просто, как коррупционную сделку. Пожалуйста. Добрый вечер, Буглинин Анастасия. Это я спрашиваю, я не утверждаю. Ответ за вами. Я хотела добавить по поводу проблемы с физкультурой все-таки. Давайте разберем этот вопрос до конца уже. Почему возник такой вопрос? Я тоже с этим сталкивалась, слышала, лично не видела этих людей. Но почему это происходит? Преподавателя не видели или кого? Даже не в преподавателях проблема, а почему у студентов появляется желание. Бустан, вы все знаете, насколько далеко он расположен. Первый курс – ехать час. От Пушкина точно так же далеко, от Карла Маркса точно так же далеко. Далее, расписание. Очень неудобно строится расписание, и студентам просто тяжело совмещать физкультуру с основными предметами. То есть физкультура уже становится не тем предметом, который помогает вести здоровый образ жизни, а тем предметом, который зачастую мешает учиться. И, наверное, все-таки нужно решать проблему внутри университета. И точно так же уже добавлю, мы говорим о противодействии коррупции. Возникает всякие мнения, жестить с законодательством, может быть, становиться более человечными. Но ведь коррупция, она не всегда просто проблема. Это скорее следствие каких-то проблем внутренних. В больницах это то, что, не знаю, не до конца как-то усовершенствован больницы, невозможно попасть на прием к врачу, приходится доплачивать. Учительница по математике, она была точно так же честным человеком, но почему она приняла взятку от мальчика? Потому что у нее не было денег. Почему у нее не было денег? Потому что зарплата такие у учителей. Наверное, все-таки нужно не жестись законодательством, а решать другие проблемы. То есть, если я вас правильно услышал, то социально-экономическая действительность, ситуация, она тоже стимулирует, либо, наоборот, если она улучшается, снижает коррупционные риски. Давайте посмотрим еще один ролик, который подготовили нам организаторы. И потом, у кого еще есть что добавить, сказать, обязательно проговорим. И будем завершать. Нет? Десятилетняя девочка находится в больнице в крайне тяжелом состоянии. За ее жизнь сейчас борются врачи. Десятилетняя девочка находится в больнице. Между тем, в ходе следствия были выявлены серьезные нарушения в работе кафе. Так, технический паспорт заведения мог быть подделан. Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ 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 Спасибо. Как видим, одно точно из целой серии роликов, которые мы видели. Коррупция безобидна ровно до той степени, пока она не начинает превращаться в угрозу жизни конкретному человеку. Потому что все ролики построены на страхе потерять жизнь или потерять жизнь близкого в результате коррупционной сделки. Вот коррупция в данном случае в государственных органах, контроль надзорных органах. То, что говорил коллега из ИТИС, государство пока не перестанет, но все будет очень плохо. Вот представитель государства. Государство же не абстрактная категория, это какие-то его представители. Но здесь интересный момент. Ведь тот-то берет, почему вот образованный человек предприниматель, состоявшийся, видимо, уже что-то в порядке. Ему что, огнетушитель купить жалко, что ли, денег не хватает на те же деньги. Почему все-таки случается так, с вашей точки зрения, если в зал есть что добавить нашим спикерам, тем более, люди вполне образованные, все хорошо знающие, все хорошо понимающие, осознающие все последствия. Каждый день с ними сталкивающиеся, кстати, с этими последствиями. Ну, скажем, сотрудники МЧС или там здравоохранитель каждый день же видят трагедии, которые в том числе и коррупционного происхождения. Почему все-таки вступают, а другие, не менее образованные, содействуют тому, чтобы произошла коррупционная сделка. Где все-таки в корень? Ничего спросил так. Знаете, на самом деле, очень важный, глубокий вопрос. И у нас была посвящена тема передачи этой теме как раз-таки по поводу МЧС, приемки и пожарной безопасности объектов, скажем так. Целый час мы дискутировали. И, в общем-то, выявляются в этой сфере очень такие серьезные коррупционные риски. Если, например, здание с нуля построено, вот, например, современное, то с вероятностью 99% в нем уже все заложены и системы пожаротушения, и системы эвакуации. То есть здесь проблем, как правило, не бывает. Но мы все знаем, что наряду с новыми зданиями, красивыми, современными, есть здания старые. Где-то, например, первый этаж перестроили и сделали из жилой квартиры нежилое помещение. Где-то, например, какой-то подвал взяли, перестроили, перевели его из одной категории в другую. Как мы будем эвакуироваться из подвала, если там изначально конструкции не было предусмотрено, пути эвакуации, пожаротушения всей этой системы и так далее. Никак мы оттуда, соответственно, с вами не эвакуируемся. Но у нас есть такие пробелы правовые, есть где-то, наверное, не совсем чистоплотные чиновники, которые могут поставить свою подпись и, соответственно, разрешить, как в этом примере, разрешить эксплуатацию данного объекта с такими нарушениями. То есть здесь как раз-таки речь идет о таких базовых понятиях безопасности, честности, понимании последствий своих поступков. И, к сожалению, таких примеров уже и в Республике Татарстан насчитываются, не один, не два, не три, а гораздо больше. И причем с большим количеством жертв, которые пострадали во всех этих ситуациях. Приговоры буквально недавно здесь состоялись тоже по этим делам. Я думаю, многие поняли, о чем я с вами говорю. Что толкает людей на такие преступления и почему они не думают о последствиях? Наверное, этот вопрос лежит не в области права, не в области государственного управления, а вопрос в области психологии, мотивации человека. Почему вдруг его личные эгоистичные побуждения, какая-то там жадность, желание обогатиться стоит впереди общественной безопасности, впереди интересов других людей? Мне сложно ответить на этот вопрос. Может быть, среди вас есть студенты, кто учится на психолога, на, может быть, преподавателя, еще на именно такие специальности. Кто может ответить? Но, наверное, это личная ответственность каждого, поэтому каждый может ответить именно сам для себя, в чем он везет эту причину. Но с точки зрения закона, еще раз говорю, что мы с одной стороны говорим, да, мы хотим развивать предпринимательство, да, открывайте предприятия, да, открывайте кафе, рестораны, еще что-то. Предприниматель начинает этим заниматься, берет какое-то помещение, да, и вот здесь начинаются проблемы. Вроде как он может это убить, то есть с одной стороны мы его поддерживаем, а с другой стороны говорим, сделать это, это и это. Но в том помещении, в котором он располагает, сделать это невозможно. И вот такое противоречие возникает. Как из него выходить? Иногда мы видим, что люди выходят таким образом и получаем такие последствия. Спасибо. Есть? Да, пожалуйста. Добрый вечер. Блод Критлан, институт социально-социально-социально-корруппы и массовая коммуникация. Сегодня уже прозвучала мысль, что, чтобы решить проблему коррупции, можно ввести какие-то жесткие меры. У меня такая мысль, что, скорее всего, жесткие меры будут причинами того, что у народа будет появляться страх перед властью, и, возможно, мы придем уже к авторитарному или авторитарному политическим режимам. Как вы думаете, может, действительно жесткие меры наподобие казни и публичных расстрелов уже перебор? Спасибо. Немножко так повторение того, о чем мы говорили. Я бы, вот если вы мне позвольте, все-таки было предложение, вы тоже из института социально-философских нет? Потому что я как-то вас не идентифицирую, но вы сказали, поддержу своего друга из института Станин-философских наук. Как вы относитесь к этой мысли, которая прозвучала, что корень лежит в социально-экономической ситуации? И пока там чего-то не исправится, и законодательство не догонит, МЧСник, наверное, получает не очень много, сотрудник МЧС типовой, и вообще любой проверяющий, который приходит. А предпринимателю дешевле ему заплатить, чем пройти круги ада по согласованию, получению массы документов разрешительных. Даже если у него все будет в порядке. Вот как вот к этому прозвучавшему тезису будущего медика, я надеюсь, вы собираетесь работать по профессии? Биолог? Ну, будьте биологом. Точно. К сожалению, не все же идут в профессию, а может, и к счастью. Вот. Как вы к тезису этому относитесь? Если можно, каждый высказывается. Мы говорим о том, что коррупция – это многоступенчатая и такая многоуровневая проблема. Нет какого-то одного рецепта, вот мы вот это поменяем, и у нас сразу все станет отлично, да? Нам необходимо решать вопрос с законодательством. Нам необходимо повышать, естественно, уровень жизни населения, да? Я вот недавно знакомился с одним таким историческим персонажем, президентом Финляндии, и он такую интересную вещь сказал на самом деле, что прежде чем тратить деньги на оборону, государство должно создать такие условия, чтобы люди хотели их защищать. Вот это примерно, наверное, то же самое и здесь, да? Понятно, что человек, когда, например, любой, да, то есть по ту сторону от обычного гражданина, который пришел за госуслугой или еще за чем-то, да, сидящий, преподаватель, учитель, врач, да, если у него там хороший социальный пакет, хорошие условия по оплате его труда, да, и, в общем-то, он этим дорожит, то, естественно, он, наверное, ну, по крайней мере, мы на это надеемся, что он не будет идти по этому пути. Тем не менее, примеры какие у нас есть, когда государственные чиновники, которые получают достаточно высокую оплату, да, за свой труд, но, тем не менее, все равно они совершают, да, эти преступления коррупционного характера. То есть здесь не только лишь в условиях оплаты, не только лишь в законодательстве, да, по поводу законодательства, ну, вот, например, есть некоторые институты, некоторые понятия, которые наши антикоррупционные законодательства на сегодняшний день вовсе не знают, да, за рубежом есть такое понятие, как торговля влиянием, например, то есть мы пока в своем национальном законе такого понятия не знаем, да, но, наверное, пойдем тоже по пути развития этой темы в ближайшей перспективе. Конфликт интересов, как мы его сейчас понимаем, на государственной службе. Такая тоже очень большая проблема, и мы считаем это коррупционным правонарушением. Например, два родственника работают в одной организации, друг другу подчиняются. А плохо это или хорошо? Может, они хорошо работают? Может быть такое? Может быть. Есть пути решения. Да, трудовые династии. Вот сейчас мы включили в трудовые договоры всех организаций и подведомственных органов государственной власти, местного самоправления условия по поводу этого конфликта интересов. В университете оно тоже действует, работает. Теперь мы приходим на какие-то заседания, нам говорят, что управление президента против трудовых династий. Потому что мы говорим, вы либо увольняетесь, либо переходите на другую работу. Закон на сегодняшний день так достаточно грубо работает. Нам нужно сохранить их. Научные династии, культурные. Вот у нас есть тоже театр, где династия, например, работает. Дальше ходить не надо. Даже в Казани такие театры у нас есть. Это неплохо, наверное. То есть здесь мы не видим какие-то коррупционные риски и какие-то такие проблемы. Но вот такие несовершенства есть, мы тоже работаем по ним. Вот, кстати, по поводу устранения несовершенства. И реальный пример, чего мы добились в последнее время. Как вы знаете, что государственные служащие, муниципальные служащие декларируют сегодня о своих доходах. Можете зайти на сайт и посмотреть, сколько государственные чиновники зарабатывают. Это все открыто, все публично. И состав имущества тоже там назван. Но эта обязанность была распространена и на лиц, замечающих муниципальные должности. Это депутаты. Сельский депутат. То есть сельская местность. Мы представляем не Москву, не центр города, не Казань, а именно сельскую местность. Там тоже у нас есть депутаты, которые работают на непостоянной основе и которые не получают зарплату за свою деятельность. Но тем не менее, по закону они тоже раньше представляли сведения о своих доходах. То есть депутатов и так трудно в сельской местности найти, а плюс мы еще его загружаем. Какие коррупционные риски в его работе в сельской местности депутатам? Он не принимает таких вот именно управленческих решений. То есть он не распределяет землю, не касается бюджета. То есть напрямую я имею в виду. Поэтому было сформировано предложение, чтобы они представляли только при трудоустройстве, а затем уже у них идет упрощенный порядок в дальнейшем. И вот такие меры, то есть постепенно мы как-то все-таки антикоррупционные запреты и ограничения уравновешиваем, приводим их в такое рабочее состояние, более эффективное. Поэтому, наверное, здесь именно комплексно нужно подходить к решению этого вопроса со всех сторон. Спасибо. Ну, пожалуйста. Да, у меня, наверное, больше не ответ на вопрос, а уже конкретное предложение, все-таки резюмирование на то, что мы сегодня обсудили. И те тезисы, которые высказывали непосредственно участники, студенты, в рамках Лидии студентов есть такой проект, называется «Контрольная закупка». Проверяются точки общественного питания именно в университетах. Вот пришла такая мысль, вот чем интересен формат именно диалога друг с другом. У нас показали видеоролик, если мы еще видеоролики пишем, когда из-за несогласованной лицензии, получения и так далее, получился пожар и, соответственно, с летальным исходом. Почему бы нам именно как студенчество узнать, как это возможно и на командатном уровне, и вообще возможно ли, но собраться в некой такой комиссии и регулировать как и контрольные законы, так и аварийные какие-то выходы, пожарную безопасность, учебные заведения. Это для нас же будет, в принципе, и таким ходом, чтобы мы сейчас обсудили, поняли, какие у нас есть проблемные блоки, и собрать такой, возможно, социальный опрос для начала провести, собрать комиссию. Буду рад, на самом деле, вместе с вами поработать, и для инициативных ребят, которые сегодня задавали вопросы, проработать это и с аналитикой студентов, и с поддержкой академатического молодежи, занимаются уже порядка десятилетия, именно программы «Не дать, не взять», могли бы провести, наверное, такой общий соцопрос и понять, какие у нас есть блоки именно в учебных заведениях высшего образования, которые можно было бы нам совместно закрывать. И буду рад, если напишите мне, и мы соберем эту комиссию совместно с Камридином, также все это поработаем, и наша встреча пройдет именно направленно. То есть мы сейчас поняли, что есть такой-такой вектор, и будем по нему работать. Так, спасибо. Смотрите, интересно, это звучало мысль, вот не мысль, а это достаточно точное утверждение о том, что существуют еще такие коррупционные составляющие, которые вне рамок действующего законодательства пока, ну, например, торговлю услугами. Денег нет в этой ситуации, возникает у вас влияние, у меня влияние, я могу вам оказать услугу, вы мне можете оказать услугу. Вот гипотетически в ситуацию вас некую загоняю, вот представим, что пойдет вот такой десант, вот он будет работать на очень благородное дело, выявление опасных рискованных зон, ну, скажем, в той или иной сфере, которые могут обернуться в том числе коррупционной составляющей. Ну, чуть-чуть человек этот запустит, этот десантник запустит учебу. Придет момент сессии, я должен, я гипотетически преподаватель, ему поставить очень низкий балл. Вы заинтересованы, чтобы этот десантник был у вас, у нас. Вы попросите за него? Мы же не говорим сейчас. Почему-то именно активная деятельность рассматривается именно через призму того, что мы пропускаем учебу, забрасываем учебу. Да, не только, это касается культуры, это может быть сфера спорта, это может быть, он может быть, мастерит какие-то поделки, да, ну, просто выставляет их потом на конкурс, приносит призы. Очень ценный человек. Ну, запустил учебу. Понял, я думаю, что этот вопрос, если когда-то он возникнет, скорее всего, такой вопрос не должен возникать у студенчества, о том, что они не могут закрывать те или иные предметы именно своими знаниями, то, наверное, нам придется собрать еще одно ток-шоу, где мы будем обсуждать студенты, преподаватели, у которых такая ситуация вышла. А пока у нас таких ситуаций не было, поэтому зачем нам об этом говорить? Нет, вы попросите за него или нет? Нет, я просить не буду, это совершенно неправильно. Мы сегодня обсуждали это завладение о законодательной инициативе, и мы говорим нет, все-таки коррупции, так что... Спасибо. Так, давайте вот из зала, и потом я вам передам. Потому что у вас, видимо, по горячим следам есть что добавить, да? Как вы договоритесь друг с другом? Я не возражаю по очередности. Хорошо? Нет, мы просто на самом деле из опыта, вот я думаю, всей нашей общественной деятельности, это же вопрос о том, что вот сейчас мы можем говорить, зачем человек поступает в университет, а давайте отчислим тех, кто поступил не туда. Да, но на самом деле все регулирует рынок, и по факту потом на работу возьмут. Нет, сейчас такой сферы, где на работу бы брали за взятку. Ну, потому что, ну вот я даже особо не знаю, потому что тебе же с этим человеком работать. Ты сейчас можешь, конечно, допустить возможность взять его за деньги, но тебе потом за него работу переделывать. Ну, то есть сейчас настолько вот этот конкурентный аспект работает, что все те, кто учились хорошо, они доказывают это в работе. И если ты учился хорошо через какие-то другие пути, тебя потом на работу не возьмут. И потом начинается новый разговор, а почему молодежь не берут на работу? Вот у меня среди знакомых, ну вот наших общественных, нет тех, кого не забирают на работу. Их с руками и ногами забирают. Потому что они умеют все, они умеют и учиться, и параллельно еще общественной деятельностью заниматься. Это к вопросу о том, что за таких людей просить не нужно. Они сами знают, они владеют своим временем и понимают, что мне сегодня нужно это закрыть, а завтра это. И тут те, кто у флагмана стоит, как говорится, общественная деятельность, посмотрите только на студент года, сколько ребят подается у лиги студентов. И у них у всех проверяют зачетки. А сдал ли ты все зачеты? А сдал ли ты все экзамены? И все говорят, что я сдал. И это говорит о том, что талантливый человек, талантливый во всем. И на самом деле ребята, которые активно в студенческих активах работают, это же видно. За них идет просто, ну так скажем, борьба за интеллект. Их еще в университете забирают. Он говорит, не надо вам быть активистом, иди работай за деньги. Он говорит, нет, я еще в активистах. И тут вуз, работодатели, общественные организации, все в них заинтересованы. И это вот как раз самый такие яркий фактор борьбы с этой коррупцией. Потому что ты либо компетентен и интересен рынку, либо ты, собственно, никому не нужен. Даже если ты пойдешь за этой корочкой, она тебе по итогам ничего не даст. И ты будешь говорить, а что мне делать дальше. Вот у меня такое мнение. Спасибо. Аплодисменты за оптимизм. Вообще хорошо, когда оптимисты среди нас. К слову, по поводу ролика, по поводу предпринимательства затронули тему. Очень много у меня друзей предпринимателей. И при открытии даже того же самого кафе, вся вот эта бюрократия появляется. Мне кажется, одно из решений переводить все в цифровые системы. Это во-первых. Во-вторых, по поводу физкультуры, раз уж мы сегодня часто о ней говорим. Что, физкультура задела, да? Если это проблема, почему? Может быть, ее начать решать с сегодняшнего дня. К примеру, почему не ставят физруки? Потому что там не ходил в течение всего семестра. Да, как правило. Пришел на зачет, подтянулся, вроде сдал все, а он все равно не ставит, потому что не ходил. Ну, давайте введем, я не знаю, вход там в университет по отпечатку пальца. С карточками вроде не прокатывает, потому что там ходят, пикают друзья, одногруппники. А вот почему по отпечатку пальца? Пусть, я не знаю, во время зачета, если физкультура, там, ну, во время зачета тоже придумать, доработать эту систему с помощью, там, информационных технологий. В свое время учителя в школах перешли, эта реформа была электронного образования. Мне кажется, в университете тоже можно ее, она и так есть, электронное образование в университете, но вот с точки зрения контроля за качеством образования и за вот какими-то коррупционными составляющими, может быть, стоит задуматься о том, что внедрять, ну, вот, и проходную какую-то систему, которая будет контролировать сейчас отпечатки пальца, я думаю, ну, то есть это повсеместно, во всех крупных компаниях это есть, и я думаю, что можно попробовать сделать такое же решение в университете. Ну, то есть уже прозвучало предложение все-таки об ужесточении контроля посредством применения более современных технологий. Но это не ужесточение контроля. Все-таки ужесточение некоторой контроля. Тоже интересно, тоже предложение. Если зал согласен с тем, что прозвучало, прозвучало много интересных предложений, я думаю, мы сейчас не сможем завершить эту дискуссию, потому что она оставила слишком много открытых вопросов, но, во всяком случае, поблагодарим друг друга и тем более наших спикеров за то, что они сегодня помогли нам эти открытые вопросы сформулировать, максимально правдивые, максимально честные. И надеюсь, что не только в преддверии дня противодействия коррупции, борьбы с коррупцией, но и вообще на протяжении всего периода, когда мы живем, активничаем, мы хотим жить в чистом, чистоплотном, в хорошем смысле, обществе, мы будем собираться и обсуждать, что можно для этого сделать. Спасибо всем, ваше пользование. Спасибо.